Существует нечто такое, что может помешать вам получить полное освобождение От этого вы можете даже ощущать физическое недомогание И также это может стать причиной вашей преждевременной смерти Это также не даст Богу возможность ответить на ваши молитвы А также простить вам ваши прегрешения Страшно, правда? Всего через минуту я вам расскажу, о чем идет речь Но сперва позвольте мне представиться Меня зовут Влад, я пастор церкви Хангриджен Я также выпускаю книги, учебные онлайн-курсы, блоги и планы изучения Библии Все эти ресурсы можно найти на моем сайте И все они являются совершенно бесплатными Создавая их, мы стремимся помочь вам возрастать духовно Итак, вернемся к нашей теме Речь идет о непрощении Непрощение не только создает преграду для Божьего освобождения, исцеления и прощения Но и не дает ему ответить на наши молитвы Кроме того, непрощение может стать открытой дверью для демонов, если мы будем хранить его в своем сердце достаточно долго Прощение, с другой стороны, это прекрасное слово Особенно, когда вы принимаете Божье прощение Вся ваша жизнь меняется, и теперь вы должны быть таким человеком, который в ответ на Божье прощение Учится прощать людей, которые причинили вам боль Я знаю, что вы, наверное, неоднократно слышали об этом, что нам нужно прощать и так далее Но в данном видео мы рассмотрим более подробно, почему это важно И чем прощение на самом деле не является Прощение — это процесс, посредством которого человек получает освобождение От последствий своих плохих поступков против другого человека И восстанавливает нормальные отношения с обиженной стороной Люди держат в своем сердце непрощение и обиду потому, что их обида отнимает у них огромное количество времени и энергии И они не уверены, кем они будут без нее Они так часто прокручивали момент пережитого предательства или обиды у себя в разуме, что знают его наизусть И мысль о том, что нужно двигаться дальше, настолько их пугает, что страдания, ненависть и горечь начинают казаться им более привычными ощущениями Возможно, обидчик не сделал ничего такого, чтобы заслужить прощения Поэтому мы держим в своем сердце непрощение Наша обида оберегает нас от новых страданий, поэтому мы не позволяем никому к нам приблизиться Но все это ложь, ведь на самом деле, если вы оставите позади прошлые обиды, это сделает вас свободным человеком и даст возможность смело смотреть в будущее Кроме того, если вы перестанете тратить свое время и энергию на подпитку этой обиды, в вашем разуме начнут появляться новые здоровые мысли и идеи Ваш обидчик больше не сможет причинить вам боль, если вы сбросите с себя оковы и начнете двигаться вперед Ведь когда вы живете в темнице горечи, обиды и боли, все обстоит совсем иначе Когда вы держитесь за свою обиду, то чувствуете, будто можете что-то контролировать, но на самом деле кто-то другой вас контролирует Как только вы опустите свои защитные стены, то обретете исцеление и способность любить и быть любимыми Да, чувство гнева приносит временное удовлетворение, но душевное исцеление приносит намного лучшее ощущение Мы должны понять, Бог повелевает нам, христианам, любить других людей, потому что Он первый нас возлюбил Также Он повелевает нам прощать, потому что Он первый простил нам Прощение нам так необходимо, потому что Бог нуждается в том, чтобы мы простили Прощение, которое мы получаем от Него, на самом деле можно утратить, если мы не будем прощать тех, кто нас обидел Иисус говорит нам об этом в притче о царе, который, по сути, пожалел о своем решении простить своего раба, который отказался простить долг своему рабу Вторая причина, по которой нам нужно прощать, заключается в том, что люди, которые причинили вам боль, нуждаются в этом Когда вы их прощаете, это единственный мост к переменам, которые у них есть Ведь теперь они могут пережить в своей жизни силу Божьей любви и прощения И третья причина, по которой вам нужно прощать, это для вашего собственного блага Вы не сможете получить полное освобождение и исцеление И также получить ответ на свои молитвы, если в вашем сердце есть непрощение Мы всегда спрашиваем у людей, прежде чем молиться об их освобождении или исцелении Есть ли у вас в сердце непрощение? Почему? Это не просто наш протокол, это не просто бюрократия Это на самом деле невероятно важно Если вы избавитесь от непрощения, то освободитесь от рабства, в котором находились долгое время Кто-то однажды сказал, что прощение — это когда вы отпускаете узника на свободу И затем обнаруживаете, что этим узником были вы сами Я слышал еще одну цитату о том, что тот, кто не способен простить, разрушает мост, по которому сам должен пройти Тот, кто решает отомстить, должен вырыть сразу две могилы Хранить в сердце непрощение — это то же самое, что пить крысиный яд и при этом ожидать, когда же крыса умрет В Евангелии от Матфея 6, 14 и 15 Иисус говорит «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит и вам Отец ваш Небесный А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших Прощение является обязательным условием, если вы хотите попасть на небеса Да, мы не получаем спасения благодаря тому, что прощаем других людей Но мы прощаем других людей, потому что мы спасены Иисус очень четко дает понять, насколько это опасно — держать в своем сердце обиду и непрощение Когда речь идет о прощении, многие люди на самом деле не понимают, что такое прощение и также, чем оно не является Поэтому я хочу упомянуть о следующих десяти моментах, касающихся того, что такое прощение и чем оно не является Во-первых, прощение — это неготовность игнорировать, оправдывать, принижать значимость или брать на себя вину за чужую несправедливость Когда Иосиф простил своих братьев за то, что они сделали, он не оправдывал их поступок не брал на себя их вину и не преуменьшал ее Поэтому, когда вы кого-то прощаете, вы не преуменьшаете ту боль, обиду и вред, которые вам причинили Во-вторых, прощение — это не ожидание извинений Это очень важно Многие люди не прощают своего обидчика до тех пор, пока тот не признает, что то, что он сделал, было неправильно Иисус простил тех, кто распял его на кресте Они никогда перед ним не извинились На самом деле, они издевались над ним, когда он их прощал Вам не нужно ждать, пока человек покается, чтобы его простить Прощение в этом не нуждается Вам просто нужно подчиниться Богу в данной ситуации и простить его В-третьих, прощение — это не тогда, когда вы забываете и перестаете ощущать боль Видите ли, прощение является началом процесса исцеления Но прощение не гарантирует, что вы мгновенно получите исцеление Иисус помогает нам Иисус исцеляет наши сердца, а не только наши тела И поэтому, когда вы прощаете Ваши духовные раны, причинившие вам боль, начинают превращаться в шрамы Со временем ваши шрамы станут вашим свидетельством Свидетельством Божьей благости и милости Но они все равно останутся на сердце Даже у Иисуса есть шрамы, как доказательство того, что он пережил на кресте И поэтому мысль о том, что если вы простите, то мгновенно перестанете чувствовать боль Или быстро забудете прошлое Простите забыть Я знаю, что в нашем обществе мы часто слышим эту фразу Но некоторые события, которые мы пережили, на самом деле невозможно забыть Но мы можем смотреть на эти события своего прошлого как на шрамы, а не на открытые раны Если только простим В-четвертых, прощение не является единоразовым событием Для многих людей прощение является повторяющимся событием Когда сперва мы прощаем, но затем мысли и воспоминания могут захлестнуть нашу душу И мы снова оказываемся в том же месте горечи, боли и страданий И вместо того, чтобы разочаровываться, относитесь к прощению как к процессу, благодаря которому вы учитесь подчиняться Богу в любой отдельной ситуации Если вам нужно простить одного и того же человека еще раз, сделайте это Если мысли наполняют ваш разум, и вы позволяете им закрепиться и прорасти в вашем разуме Простите этого человека еще раз Почему? Потому что именно благодаря этому вы учитесь быть более похожими на Иисуса Христа В-пятых, прощение — это не восстановление доверия Прощение не подразумевает, что вы можете снова начать доверять этому человеку К примеру, если в вашей семье произошло насилие, вы можете простить этого человека, но при этом все равно вызвать полицию Когда вы кого-то прощаете, это еще не означает, что вы можете доверять этому человеку так же, как и до того, как он утратил ваше доверие Да, прощение дает возможность восстановить доверие, но оно не восстанавливает доверие автоматически Прощение ничего нам не стоит, но вот доверие нужно заработать Доверие нужно заслужить, тогда как прощение не нужно зарабатывать Шестое. Прощение — это не то же самое, что и примирение Поскольку для того, чтобы состоялось примирение, необходимо участие двух человек Которые одинаково раскаиваются в содеянном Если только один человек раскаивается, примирение не является возможным Для этого необходимо участие двух человек Если вы раскаиваетесь или прощаете, а другой человек не раскаивается, примирение никогда не произойдет Седьмое. Прощение — это заповедь Это не один из возможных вариантов Если вы говорите, ну, знаете, этот человек сделал так много зла, что я не могу его простить Это вовсе не прощение Вы не можете себе позволить не простить кого-то Вы должны прощать, потому что это Божье повеление Не ждите, пока ваши чувства и настроения придут в надлежащее состояние Просто сделайте шаг по вере и исполните то, что Бог от вас ожидает Восьмое, прощение — это Божий дар, которым вы должны делиться с другими людьми Если вы начнете рассматривать прощение, которое получили от Бога, не как бутылку, у которой есть всего одно горлышко Но как канал, у которого есть вход и выход То поймете, что Бог хочет, чтобы вы были проводником прощения А не просто сосудом, в котором содержится прощение Мы постоянно принимаем Божье прощение и с удовольствием им пользуемся Чувство вины и страха уходят, наши взаимоотношения с Богом восстанавливаются И нам хочется славить Бога от радости и благодарности Но прощение — это нечто большее Прощение — это дар И Бог хочет, чтобы вы делились этим даром с другими людьми Девятое Прощение — это не чувство, а решение Вам не нужно чувствовать, что вы кого-то простили Вы можете принять решение и просто это сделать Порой наши чувства не являются наилучшим показателем того, что с нами происходит Или что происходит у нас внутри Поэтому не обращайте внимания на свои чувства Твердо держитесь тех решений, которые вы приняли Потому что это как раз важнее всего И, наконец, десятое Прощение не изменит прошлое, но повлияет на ваше будущее Прощение не способно изменить то, что сделали люди или как они это сделали Но способно изменить то, что вы сможете сделать в будущем Очень часто люди чувствуют Если я прощу того или иного человека, я позволю ему выйти сухим из воды Вовсе нет Если вы простите, то позволите себе выйти сухими из воды и освободите себя от таков, в которых находитесь Другой человек продолжит и дальше преследовать вас и причинять вам боль, если вы его не простите Но когда вы прощаете, то зло, которое произошло с вами в прошлом, уже не повторится в настоящем Ведь именно благодаря непрощению, насилие и зло продолжают повторяться Даже если обидчик уже в этом не участвует Существует всего один способ по-настоящему простить И для этого нужно напомнить себе о том, как Бог вас простил Ключ к прощению заключается в следующем Мы прощаем, потому что Бог простил нас В послании к Ефесянам 4.32 сказано Будьте друг ко другу добры, сострадательны Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас Кого вам нужно простить сегодня? Кому вы питаете чувство ненависти и обиды? Возможно, к кому-то, кто вас бросил Чувствуете ли вы себя так, как будто оказались в ловушке? Возможно, вас постоянно мучают ночные кошмары Или какая-нибудь неизлечимая болезнь Или артрит И вы хотите получить исцеление и быть здоровыми и свободными? Если вам нужно кого-нибудь простить Давайте сделаем это прямо сейчас Давайте помолимся Пожалуйста, в этой молитве попросите Бога простить вас За это непрощение, горечь и обиду И простить этому человеку любой долг, в котором он перед вами находится Повторяйте за мной вслух Господь Иисус, я раскаиваюсь в том, что держал в своем сердце непрощение Благодарю тебя за дар прощения, которым ты даешь мне возможность поделиться с другими людьми Я освобождаю этого человека Я прощаю его за то, что он сделал Я отдаю его в твои руки, Боже Исцели мое сердце Преврати мои раны в шрамы И используй эти шрамы в качестве свидетельства Благодарю тебя за это И прошу, освободи меня Драгоценный Божий Сын Иисус Исцели мое тело Разум И взаимоотношения с людьми Во имя Иисуса Аминь Большое спасибо за то, что посмотрели это видео Если оно вас благословило, не забудьте нажать кнопку «Нравится» Подпишитесь на наш канал Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления каждый раз, когда мы выгружаем новые видео Спасибо и увидимся в следующий раз Подписывайтесь на наш канал